и вот этот момент где правосудие во время войны вопрос очень важный смотрю на календаре понимаю что мы медленно медленно приближаемся к дате двухлетней войны 527 день это противостояние нашего многонационного народа потому что украина в себе объединила разные народы во самой одессе больше ста народностей от греков евреев поляков и всех остальных мы все называем себя жителями украины и это наша земля где мы родились где мы выросли наши улицы наша вода наш наши житницы и наши поля наши только была ваша стала наша это бы уже проходили в семнадцатом году кто был не кем-то станет всем и все остальное эти лозунги нам не нужны если в израиле была шестидневная война судного дня то надеюсь что мы не будем говорить двухлетняя война украины надеюсь что мы поскорее бог даст возможность нам просто выйти этого но при этом хочу сказать террор наших логистических структур не стихает я помню как в осенью прошлого года нам пришла идея что понимали что приближается зима зима может быть холод это как бы в тому той рекламе неправильной газпрома и мы переживали все таки как бы мы посмотрели кто-то поговорил даже синоптики что нас ожидает сложная зима холодная зима и мы начали взяли эту идею как нам сделать буржуйки то есть печки для отопления я вам скажу мы сделали больше пятисотых раздали на на фронтовые линии херсон николаев в разные места раздавали нашим военным нашим людям которые готовились и не было у них отопления это это было какое-то какое-то интересное путешествие при всем этом мы даже не могли догадываться не могли догадаться что наш враг подло станет бомбить наши тетти наши электросети это вообще-то мне мы как бы абсолютно даже не ожидали этот террор который они создали в прошлом году до нас тоже не обломал мы оставались без света и при этом господь дал нам теплую погоду и добрых людей с генераторами то чтобы нам этот ужас как бы что черной ночи не пугал до 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 коления а теперь происходит террор по нашим портам зерновой логистики все происходит так но террор это не это физическое насилие вплоть до физического уничтожения убийства по отношению к политических партийников и мирному существованию людей тактика морального запугивания в первую очередь террор человек производящий террор то не просто террорист это в первую очередь твой враг который не хочет ее блага и всяческими способными способами и давлением склоняяй тебя к подчинению его злому желанию его жил его злой воли даже не знаете вот не надо недавнего времени на геббельс тв и так и я понимаю что же все смотрят понимаешь я смотрю не те новости геббельс тв да я не смотрю их я смотрю то что они говорят и фразы которые до недавнего прошлого они кидали в эфир они сильно хотели раскручивать идею борьбы с украины как сатаническим сатаническим кодлом помните да после всех анонсов каких-то там динамитаризация динафицикация вдруг вспомнили и увидели что все что не московского православия да и все это сатанисты все если против русского православия именно московского русского православия давайте так скажем да все сатанисты и они начали говорить об этом и раз всячески раскручивать чтобы нас конце концов где сантонизировать не сатанизировать но сантонизировать это может быть у нас новый год до приходит санта клаус и может это тоже хотят забрать но если вы помните постановление нашей рады что мы будем праздновать рождество до нового года логически логически я думаю что нормально этот и и вот это состояние чтобы понять это кого-то что мол необходимо десантонизация в украине всего народа даже должно тебе иметь место максимум религиозный размах десантонизации мы уже заметили на кона оккупированных территориях где закрыты религиозные общины конфискация в пользу оккупантов религиозных зданий они размещают там свои штабы они размещают там свои богодельные какие-то еще всевозможные клубы и так далее и тому подобное и знаете все то что как я уже сказал не московского русского православия означало сатанизм все нужно уничтожить нужно искоренить и это неправильные русские да так вы говорили недавно попытались десантонизировать успенский собор в центре одессы но как сказать знаете вот она преображается но смотрите на преображенский это центральный наш кафедральный собор до русской православной церкви если извините еще раз это момент очень удивительный какой результат отрицательный ночной сеанс экстерцизма не смогли нас не просто как бы взять голыми руками да нужно еще одеть железные рукавицы но им это не тоже не по не по не поможет меня часто спрашивают когда же все-таки этот кошмар закончится когда нам бог уже поможет в этой ужасной несправедливости когда ну когда ведь мы же понимаем что на нас нет напали несправедливо нас отжимают землю не по правилам даже не по божьим правила по человеческим права не правилам некоторые конечно думают и высказывают что идет некое беспрецедентное наказание за желание самостоятельного развития общества в рамках национальной идентичности некоторые люди я встречаюсь такими людьми за границей говорит подождите не нужно было требовать свободы вы же не свободны когда не были никогда не будете поэтому все что происходит это ваше желание быть свободным но не не увенчается успехом я также еще и знаете встречаясь с людьми в эфире которые живут за границей русскоговорящих украинцев а их кроет религиозным шевинизм они предсказывают ухудшение событий иногда так хочется им отписать прямом эфире все что я думаю о них но я понимаю что это просто не поможет как у нас здесь и любили говорить горбатого только могила может исправить это навряд ли нас ситуация я понимаю что тем кто за границей со своим религиозным шевинизм украинцы с украинским акцентом таким суржиком начинают говорить что все еще будет хуже так прийти сюда посмотрите как у нас есть хорошо первую очередь мы понимаем там как там хорошо где вас нет она понимает где меня нету в украине нас это уже хуже будет им хорошо когда закончится этот балаган время и дату вам не скажу не могу сказать нету откровения абсолютно от слова 0 но я могу сказать точно что он закончится при одном условии одно условие когда мы поймем что по неотступности мы сможем удивить своего притеснителя по неотступности просто посмотрите одну картину много молится людей конференции много за украину так далее но если сделайте проекцию работы будем говорить нашего президента господина зеленского пан зеленский по неотступности посмотрите он встречается и начинает тихонько по еврейски капать на мозги тихо спокойно нам нужно ой нам нужно ой беда ой нам нужно и начинает он упрашивать укатывать не знаю как подписывать заговаривать просить слезно не слезно не знаю открытым сердцем с улыбкой как ему от кажется его улыбкой правда это упрашивать на ту помощь и защиты правосудия то другими словами а и весь наш бумаги так государственный аппарат при всех их позициях ситуациях скрытие этих коррупции этих посадок и все остальное да все равно у них есть желание выпрашивать наши волонтеры пожалуйста помогите сделайте возможность наше все общество и приходишь в любой магазин вы купите магнитик на этот самый на холодильник для типа поддержки зсу и тому подобное подобное то есть некая не по небольшое прошение и я понимаю что не отступности по неотступности мы сегодня многое что получали и под не поступности мы еще многое что получим физически но при этом хочу сказать что мы удивим нашего притеснителя нашего мучителя мере вот это мы этот мучитель он будет удивлен как по неотступности что-то в мире изменится по одной причине когда мы поймем что у нас есть эти силы быть не отступными перед богом раз и справедливости то что произвела россия против украины конечно скажи нет это несправедливо но когда люди сказать так где нам искать справедливости если даже гагазский суд выезд на всего кровавого злодеевисковым злочинцем и ничего не может рубить где искать правосудие можем ли мы ожидать справедливо суда или лучше сказать справедливо заступничество и где самое главное где его ждать из-за нашего недавнего прошлого коррупции под давление и на и на мысли в совке в советском союзе сформировалось мышление что все что с нами происходит это абсолютно воля божья потому что говорили нет власти не от бога то вся власть от бога поэтому терпите терпите еще хорошо терпите так завещал великий ленин все лучшее детям да помните дать эти картинки а молочко оставьте мне на халяву услышите все у нас в мышление за 70 лет давления до уничтожения религиозной позиции общества мы как будто бы бы нам натянули на колпак на голову терпите еще раз терпите вы сами виноваты ситуация такая надо тихо ша спокойно дышать и ничего не говорить потому что те кто высказывались против чего-то всегда сказывались на соловках гробах уничтожены убиты поэтому тихо ша спокойно и лучше имеют стены имеют уши с ничего не нужно говорить мы поддавались угрозам и часто внутри себя с детства мы говорили бог видит и сам все знает как все исправить что нам нужно делать не возмущаться не противостоять не ничего не нужно тихо ша спокойно бог терпел и нам велел помните тут удивительность как бы сказку ли его выражение такое бог тип послушайте он не терпел ради терпежа он ушел на крест ради нас с вами это это поговорка даже не вклинивается в сознание бог терпел и нам и венам велел если богу будет угодно то эту несправедливость он когда такая поправит но это быть угодно ему о вывыкнул ведь бог же только защитник сирот и вдов послушайте давида который начинает говорить и провозглашать основы богослужения перед богом другими словами бог заранее дает давиду сделать реформацию поклонение богу авраама и цаха якова мало того что он смотри начал говорить с богом и говорить ему свое сердце что бог понимал давида дай физически давид и показывал что поклонение богу начинается из внутреннего состояния и потом и выливается она практическое выполнение служебно как бы действие то на храмовой горе сюда забыть структуры и все подобное это он показывает попозже но смотрите в тридцать седьмом псалме деглим говорится ибо господь любит правду и не оставляет святых своих вовек сохранится о сохраняться они а беззаконные будут извержены и потомство нечестивых истребиться вот здесь русский богатый язык он действительно имеет много своих значений мы иногда шутим над этим но вот в этом месте они используют слова правда вот и любит правда бог любит правду ну да я согласен но когда мы читаем из еврит когда мы смотрим слова из на еврите и даже украинскую мову это там говорится так болью бы не спать справедливость ибо господь любит правосудие то вот с еврейской точки зрения вы правосудие не оставлю благочестивых своих вечно охраняем и будут они а потомство нечестивых истребиться бог любит правосудие в этом сабы давид указывает нам на правосудие божье это что богу нравится творить правосудие правильно судить ситуацию ему это нравится то чтобы защитить своих святых святых и не просто святых людей которые вообще-то достойно кита определенных позиций да там за какие-то дела свои там за что там у нас есть святые святые там причтенных лику святые какие-то там умершие да по каким-то делам но бог говорит подожди секунду у меня нет такого понятия по каким-то делам они будут святые что интересно дэвид говорит что у бога есть святые люди святые хотя мы сразу можем отреагировать и процитировать римлянам 3 глава если святой значит он безгрешная если безгрешно значит он значит он проведет и писание четко говорит все из грешил и и шо позбавлены славы его боже все согрешили лишены слава боже поэтому нет никого праведника нет ни одного все лишены слава боже поэтому никаких славных людей или же святых как бы по определению нету но посмотрите здесь очень интересный момент вот салон говорит зачем он говорит что из святых своих своих святых хадушим стоит эти святые как мы уже говорили на прошлом шаббате римлянам 8 глава 30 стих а кого бог предопределил тех он и призвал а кого призвал тех и оправдал кого оправдал тех и прославил древесной с прославить а поднять статус ты мой ты святой ты мои там а мое наследие в то время когда мы отклоняемся от призыва бога или на наверное не так вы когда мы отвечаем на божий призыв потому что мы как люди мы не искали бога мы не искали призвание своего с чем нам заняться от бога тот бог постучал к нам бизайн как он первый возлюбил нас не мы его а он первый нас и когда мы откликаемся на призыв бога как дело то моисей как это делал давид как павел откликнулся на пути по дороге в дамаск он откликнулся тогда божья слава до божье откровение о его любви становится нашим наследием бог хочет чтобы открыться нам своей любовью своем обеспечении своей защитой чтобы дать на возможность стать детьми которых хочет защищать был судья праведный и иметь правосудие в нашей жизни но по какой-то причине мы пытаемся сказать что все что в нашей жизни происходит это от бога поэтому те терпим терпим когда-то закончится но при этом он желает с нами общаться дамы и люди которые знаете вот запачканная одежда мы понимаем что бог святом и нет но бог поэтому хочет общаться чтобы помочь нам он оправдывает нас как мы оправдываем своих детей вы судите когда его оправдывали даже когда дать были неправы мы всегда пытаемся к оправдать дальше если это было самое самое тупое да ну как дома мы поговорим с ними но при всех но при всех изи самый лучший самый лучший математик ничего что он списал и чу страшного что лера делала за него задачки ничего страшного это не считается списывать а дружба по взаимно выгодным отношениям вы понимаете да то есть как бы кто-то посмотрит и на как мы как родители начинают оправдывать и бог как свои детей хочет нас оправдать потому что он говорит это мои дети за них от платил цену это мои дети моего дети его наследие его первую очередь эти любимые дети почему любимый при всех наших грехах потому что он так захотел вот так захотел у нас есть адвокат ходатай еще миссия чей папа у нас главный судья мира как вы думаете у нас есть блат если у нас есть адвокат а его папа судья я думаю что находит у нас у нас есть у нас мы просто не понимаю насколько мы привилегированные дети и так вы уже не чужие и не пришельцы дорогие но сограждане святые и свои богу поверили соседушка слушать ты не чужой человек расслабься это это большая мишпаха это большая община мы часть одной семьи и также говорит от живы не иудеи то есть украинский период так и вы не евреи же не чужие мы не вы не еврейская как бы часть вот мира вы не чужие и не стороне то там не чужие и не какие-то ощупенцы вы спи в громадян и сограждане мы одно целое украина стала согражданами для всех наций мы не чужие мы свои богу при том что в украине родились движение еврейских перемен да очень сильно повлиящее на весь мир и я верю что бог и благоволил как украине и дьявол восставал против украины по той же причине чтобы было благоволение бог богатый милостью по своей великой любви который возлюбил нас и нас в мертвых преступлений ожитворил с маши их им благодатью хм и вы спасены и воскресил с ним и посадил на небесах дабы явить грядущих веках про изобильное богатство богодати своей в благости тува лет тува лет именно вот благодать благости вешуа миссии еще раз хочу сказать что есть наглые люди ругатели просто ругатели издевающиеся над народом божьим под всякими причинами и всячески клевещущие на наш образ жизни всячески говорящие о ситуации в украине меж церковных отношений людей частичных евреев неевреев как они делают и что делают оклеветать это означает несправедливо обвинить в том что можно оправдать в том что можно оправдать оклеветать потому что клевета это неправда это неправда а это если неправда то ее можно обвинуть то есть ее нужно вернуть в праведливость кто будет обвинять избранных божих бог оправдывает их элохим это дам от дик а там то есть другими словами элохим от стыка дам от стык это значит то слово имеет основу сдака то есть или садик и слова цадик удивительное слово который касается как раз праведливости суд справедливо правильно а слова cdk которого у нас есть у нас каждый из вас потыкаются а в ящике которые с еврейской звездой и на иврите написано cdk если вы спотыкаетесь о нем не читаете чтобы написано а там написано да я не вашей праведности то есть правая правильное дело правильное дело подайте на правильное дело здесь свобод именно как крис как раз вот слова ци циклина цадик это важно для нас с вами потому что противник наш дьявол ходе крыкающий лев и ищет кого поглотить двумя словами дьявол в данном контексте стоит как обвинитель он ходит ища кого обвинить прикнулся упал украл так далее посмотри он достоин теперь чего суда и суда праведного и он обвиняет албы как говорили у нас есть тот кто нас оправдывает нас нас есть свой адвокат чей папа и судья чей папа судья тут слова какая же интересная от дик слова именно цадик сатан он буквально как это слово означает быть враждебным в то есть слова вражда или враг обвинять во всех как я уже помните говорил нужно было еще придумать какую-то тему для того чтобы что делать украине обвинять во всех сатанических проявлениях наших бойцов государственных правителей людей искать что-то все бесноватые все сатанисты все они такие еще какую-то идею принести в этот мир и показать миру обвинение то есть обвинять несправедливо то есть клеветать обвинение приводить не без безосновательный чтобы мир начал думать о том что какая же плохая украина хочу холейну хуа сатан противник наш сатан то есть противник наш враг нам нужно справедливый суд и нам нужно справедливость судя нам нужно правосудие и это слово правосудие на цирк как цирк как цирк правосудие справедливость правда закон устав приговор приговор нам нужен нам нужен свои приговор творит господь справедливость и правосудие для всех угнетенных запомнить этот это это место писания псалом 103 6 стих творит господь справедливость и правосудие для всех угнетенных как вы думаете мы процветаем и мы всякие довольны наслаждаемся тем что нам ломают логистику нашего зерна массахисты мы ой как хорошо как полетела посмотреть как как горит она как горит я думаю что нет что вот здесь бог творит справедливость и правосудие для тех кто угнетенок когда угнетают террором уничтожение заставляют нас подчиниться к злому их нему умыслу послание кефесяна 2 глава и так вы уже не чужие друзья вы не чужие не нам не друг друга вы не чужие не пришельцы ушельцы нет немеце инопланетяне вы же не наблюдите они не клонавты правильно вы не чужие новые сограждане святые богу вы утверждены на основании апостолов пророков имея само еще миссию кругольным камнем на котором все здание слагается стройно возрастаем святой храм в господи на котором вы устрояетесь жилище божию божьим духом только божьим духом мы можем восстанавливаться только отношение с богом можем подниматься из устраивать тот храм который бог нам дает мы уже не чужие если это так тогда почему для многих из нас легче тип терпеть бормотать о справедливости чем просить суда справедливости почему нам не взяться за то что бог нам дает наши с вами руки когда мы хотим близких отношений с богом мы приближаемся к нему и мы хотим чтобы он нас судил сгодение пускай бог не судит почему если вы приближаемся к нему то дать почему должен быть страшным суд он не должен быть для нас страшно потому что мы приближаемся к своему отцу мои дети когда приходят ко мне они не боятся меня хотя я суровый но и моих например суждений они не боятся что я они приближаются ко мне но когда они отдаляются тогда они уходят от справедливо то есть не справились от того что мы не в моем как бы зори праведности и тогда я буду выпадать секунду а теперь поговорим теперь секунду поэтому друзья когда это верующих людей не должно быть проблематично такой обслугах суд судилище или же как просить справедливости почему потому что мы его и знаем кто наш судья и пока давид конкретно пишет такие слова которые я получил подтверждение испытай меня то есть граммесла суди меня господи посмотри мое сердце и в мою душу я приближаюсь тебе только в храме твоем я нахожу успокоиться иду к тебе для чего посмотри на меня пожалуйста посмотри если что-то не угодно что-то направ меня на здесь и правда и а я всегда нахожусь твоей истине в любви твоей вечной со мной твоя любовь вечно со мной она неизменна будет если даже мать оставит свои своего дитя богу тебя не отставлю я не оставлю с вами и шухать я заповедую вам я всегда с вами даже до кончение века до кончение века все что мы говорили касаться не только личного положения с богом но и по напрямую относится к вопросу многих людей когда закончится война мы не только о себе говорим эти вот то что я сказал сейчас мы себя также спрашиваем когда же закончится война ответ и шума приводит пример к неправедного суди в причем который дает нам ответ на этот вопрос когда закончится война неужели там пророчество есть давайте почитаем 18 глава луки сказал также им притчи о том что должно всегда молиться и не унывать он сказал причем о том что нам что нужно всегда повторить папа 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 поверни соседству за всегда что делать с кисным лицом достали эти молитвы эти посты эти ночные просто уже не знаю столько молились и ничего не произошло он говорит даю вам притчу что должно всегда молиться и не унывать вот этой постишься молись они не унывай как фарисеи не делай себя кислый вид что так все плохо и так это ужасно но улыбнись и хорошее настроение не покинет больше вас улыбни соседу и сказать давай помолимся какая проблема бога же все можно как бы решить мы же дети его правильно и вот дальше говоря в одном городе был судья который бога не боялся людей не стыдился в том же городе была одна вдова и она приходя к нему говорила защите меня от соперника моего а он долгое время не хотел заметьте долгое время не хотел а после сказал себе сам себе хотя я и бога не боюсь людей не стыжусь как это вдова не дает мне покоя защищу ее чтобы она не приходила больше докучать не и сказал господь слышите что говорит судья неправедный бог не защитит избранных своих вопиющих нему день и ночь постоянно молиться помните да хотя и медли защитить их но сказываю вам что подаст им защиту вскоре но сын человеческий придя найдет ли веру на земле это классика такая до притчи здесь можно как бы суммировать некоторые моменты я пытаюсь сжать это все как можно быстрее здесь четкая позиция решила что нужно всегда молиться и самое главное не унывать не расслабляться быть настойчивым нам нужно быть настойчивыми несмотря на наши ситуации там да и судья который не боится бога это означает то что он не боится бога тоже все ходят под богом а то что он судил людей на уровне своего судья как бог мое решение будет самое самое важное все на основании закона понимать это же он приступал закон все он просто читал что он бог в своем суде это так как я вижу дальше там видим судья не садился людей это не означало что он был хам или там как бы на все плевал на всех людей это означает что он не считался с местными авторитетами с их ними да и подачками с коррупцией со всеми делами так как вы скажете а шо шишу вич он судья неправедный по секунду судья не стесняется людей а значит не считается с и с местными аборигенами дабы там в пальцами расфальцованы что мы мы здесь больше сильно и тебя можем поставить снять и так далее была вдова у которой что-то было из имущества но не было того кто может оставить отстоять независимость от тех кто думает что может взять и наживиться на вдовьем имении другими словами у нее никого нет а вы знаете как бы во многих местах не знаю как бы так люди всегда алчны если у кого-то никого нет этот человек без детей без паспорта без прописки что нужно сделать отжать чё добру пропадать да вот здесь женщина понимает защитить имущество не могу закона я уже ходила раз к суде реакции никакой и меня моя жизнь мое состояние мое будущее сегодня а терроризируются человеком который хочет нажиться на моем имение а божье слово не перемещай межи не забирай нет отнимание не кради не насилуй не лжесвидетельствуй она понимает да бог есть он защитить но надо что-то делать надо что-то делать был притеснитель враждебно настроил против вдовы всячески ущемлял ее право на жизнь потому что как без чего-то ты можешь жить это я это то что у нее оставалось вдова понимала угрозу жизни чувствование стала докучать суде который не стеснялся того что найти вот не не людей которые наезжали на вдову ни самой вдовы он не стеснялся он не переживал за нее чтобы понимали вдова другого ответа не имела как только надоедать судье и вот здесь раскрывать судья не имел сожаления к доверия абсолютно поэтому ищу называют его неправедным потому что у него не было сострадание к этой женщине который он должен был иметь по закону моисея по закону божьему когда ты видишь брата или сестру дата и он нуждается не удерживая руки свои о помощи так говорит нам закон божий и здесь судья неправедный не потому что он делал неправильные вещи он не шел и состраданием выйти навстречу помочь ей и как написано что она долгое время это делала он по вите он он не защищал ее он защищал свое самолюбие он защищал свой покой свой отдых свою сауну либо хамам не знаю там свою семью а тут вы понимаете почему уже человек приходит и и начинает изя судья изя судья изя выслушайте меня пожалуйста долгое время он игнорировал ее ради свой знаете потому что просто них 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 не хотел не хотел просто связываться не выйти навстречу и вообще состраданием судья не стыдился вдовы но винил или ценил свой сон целил мнение ему неловко что видят его что-то женщина приходит к нему и стучит я вам скажу дам один секрет эта женщина имелась такое еврейское слово хуцпа наглость наглость барьеров не имеет эта женщина поняла что судью бояться не нужно тоже стыдиться людей что я буду кричать по духа здесь под домом когда вы слышали когда-нибудь дети кричат да папа ты на пятом этаже сидишь там да думаешь боже мой боже мой как бы он кричит и принят ложе пока тыска не скажешь что тебе надо о тебе поговорим я вспоминаю нашу друга который ему почти 70 лет до его мама на большом на высоком как бы в самом этаже еврейская семья она уже в возрасте а он бассейне плавает там еще с богатыми людьми это в америке происходит и и волтер плавает и слышит волтер он говорит боже как стыдно что моя мама зовет меня как бы как мальчика который как бы между 70 с лишним лет как бы сейчас хочу да все люди подумают она волтер кричит там 12-15 этажа там все вот пока я не вышел не позвонил нет она не могла остановиться поэтому здесь ситуация эта женщина не боится не судьи не людей не стыдится да и даже мулька и бога не боится она просто требует свое а если долго ты стучишь то тебе как говорят откроет а если ты долго просишь что тебе ответит болен из бог бог вы не зачитать избранных своих вопиющих до него да не ничь бог не защитит тут есть принципиальная позиция если наш враг ущемляет нас то не стоит терпеть и думать что на все воля божья абсолютно бог допускает ситуации наши жизни даже сатаны нацепляет нас с какими-то катастрофическими ситуациями по жизни но если мы будем терпеть тогда ответа не будет если мы будем игнорировать эти ситуации мы станем масса хистами нам будет это нравится постоянно ходить с кислым лицом как дело плохо как долго очень как сколько молился нисколько почему мама молится как у нас да еще его прямо говорит просите стучите просите стучите я как углубляет мысль вот как бы опрос big богу говорит когда же просите то не пол и не получаете потому что просите не не просите из неправедных побуждений лишь для того чтобы воспользоваться всем что получите ради собственного удовольствия друзья он говорит подождите когда вы просите не вы не получаете потому что вы просите для собственного ухождения а нам извините собственная ига как бы дороже седать да но при этом мы говорим о ходатайстве за конь окончании войны в этой окончании войны кто станет benefit к бенефицар там этого всего каждый из нас поэтому когда мы молимся и просим мы не можем посетить это за себя для собственных выгод какие-то мы просим за весь народ за когда то создали народ и для этого нам нужен весь народ если смотреть например вдовы то я могу сказать каждому украинцу каждую кто считает себя православным католика протестантов и бога и богоискателя любого простую и близкую истину станьте этой вдовой станьте это вдовой и сколько бы них нужно было времени бы стучать и просить изюз нашего бы судью чтоб он избавил от сатана от врага от тех кто нас обвиняет тех вещах которые мы не делали и чуть причину напасть погубить уничтожить террористов этих и бог говорит я не защищу ли станьте до вдовой но тогда нам нужно молиться не унывать и даже если бог медлит когда мы считаем он все равно подаст им защиту правосудие цикадим правосудие окончание войны во многом зависит от нас с вами давайте под подвяжемся в молитве давайте будем смотреть на сайтах те кто там помолится собирается вместе будем молиться за это решение вопроса как бог в правосудии бог он правосудие на форумах где проходят молитвы где призывают поститься и об окончании войны давайте участниками быть они дискуссантами к а почему мы должны а кто а сколько посетит а почему поздно же обязательно быть или не быть давайте иметь внутри себе позицию что ходатайство даже прошение умоление к вы стучи стучать в небо наша а с вами ответственность для того чтобы потом окончилась в она и вы скажете когда закончится война когда мы подвяжемся на самом деле стучать в небеса непрестанно просить ибо еще огонь бог ли не защитит даже если идет будто медленно от промедление это будет я верю что он хочет подцепить всех людей всех верующих разных динаминаций извините разных динаминаций я постучал так всем соединяться в молитве не вокруг теологических дискуссий и так далее кто кому враг и кто кому это рабинович да а тот кто может стоять с тобой в проломе бог сказал найду ли я человека который станет проломе он каждого из нас вызывает враг сатан восточный может и думает про манипулировать миром мнение мира но не сможет устоять перед судье праведным возможно есть влияние на что-то но праведный судья является праведным я присоединяюсь царю давиду 24 самом к тебе господи душу свою возношу бог мой на тебя полагаюсь да не буду постыжен да не восторжествуют враги мои и все надеющиеся на тебя да не будут пристыжены пусть 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 пристыжены будут изменяющийся из-за пустоты своей пути твои господи объяви мне стези твои научи стезям твои научи меня веди меня к правде твоей научи меня ибо ты бог спасения моего на тебя надеюсь я весь день не всю жизнь каждый день к дня к дню довольно сегодняшнего дня то всего проблем помни милосердие твои господи и милости твои ибо вечные они слушать грехов юности моей и проступков моих не вспоминай оправдай их ведь я твой дитя правда я знаю что ты знаешь да украине были ошибки мы не борелись как коррупции мы про него про и по продвигали мы наговаривали приговаривали ложные веса имели не вспоминаем оба до наседаться не вспоминай нашей юности нашего начала нашего нашей независимости помни милосердие твое добр и справедлив господь поэтому указывает он грешником путь наставляет смиренных правосудие правосудие нам нужно справедливость нам нужно справедливость нам нужно ходатай спросить обучает смиренных путях его все пути господни милость и истинно хранящих завет его свидетельство его ради имени твоей господи простри прости грехи мои ибо велико потому что потому кто боится господа укажет он какой путь избрать душа его во благо пребывает пребывать будет потомству его уследует страну потомство наше уследует страну тайна господня для боящихся его и завет свой он объявит им глаза мои всегда господу ибо извлекает он из сети ноги мои как удивительно сколько чудес бог сотворил и на переднем фронте его сейчас обратись ко мне и помилуй меня ибо одинокий смирен я умножились беды сердца моего из бедствия моего в виде меня посмотри на страдания мои тяготы мои прости все грехи мои посмотри на врагом и как многочисленный какой неоправданный ненавистью ненавидит они меня сохранить душу мою спаси меня да будут пристыжены ибо на тебя полагаюсь я прошу неотступно прошу правосудия непорочность и справедливость охраняют меня ибо на тебя надеюсь избавь боже израиль от всех бедствий его почему послал израиль помните послание к христианам вы не чужие вы стали частью общества спасенным миссии по часть того общество которых ходатай в этой тигров и признает свои ошибки и при этом говорит ты меня любишь боже ты меня любишь сейчас будет молитва по мне понравился предпоследняя песня которого пели она уникально показывает на то что нам нужно делать я прошу вас друзья посмотрите на эту вдову возьмите это вооружение я верю что у нас получится когда будет победа когда закончится балаган когда мы подвяжемся все и будем как давид говорить избавь божий израиль народ твой святой народ освященный помилованный усыновленный защищенный да умеет но обещает что он даст победу скоро поэтому приглашаю вас сегодня на молитву стать вместе с нами помолиться за украину не на нее украина не спасает бог спасает не молиться на зеленского потому что он смертный это же он не спасает а бог спасает не молиться на весу потому что и там есть потери молиться богу за зеленского за высу за победу за правосудие что нас прислесить или незаконно и справедливо все отжимают а мы не согласны чтобы на все воля божья хотя можно сказать бог допускает на то что мы приблизились к нему и он прощает все беззакония мои он прощает все наши беззакония он оправдывает нас если мы сознаем что нам нужен бог если мы приблизились к нему а если мы отдаляемся ты тут ты тут а поднимаем тебе наши руки ты тут ты защита моя ты сей по правой стороне моей господь и милосердный бог не вменяй грехи и преступления боже нашего народа мы раскаиваемся господь и милосердно 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Где правосудие во время войны? Субтитры создавал DimaTorzok У тебя правосудие, Бог наш Бог Авраама и Цаха и Якова Который сына своего не пожалел Дал его за всех нас И мы стали общим, целым народа твоего Потому что все загрешили И евреи, и неевреи Все были лишены славы твоей Но ты по своей милости и любви твоей К отцам и к Машеиху Боже, ты дал его за нас Чтобы мы имели Ходатая Своего адвоката перед тобой И мы обращаемся Через его кровь Через его милость и благодать Защити, Господь Правосудие твое, Боже Да свершится в это время Боже, в это время Нам нужно твое правосудие В этих сделках В этом наглом терроре Который все хочет уничтожить Не только страну, Боже Но и людей, которые мирно живут Молятся, верят и благовествуют Что милость твоя в роды и роды И мы передадим в наследие Нашу землю, которую ты нам дал Весь Израиль спасется А ваше хадош Ты тут Мы молим тебя Полагаем молитвы Ты тут Укрепишь роки Ты своею любовь Ты тут Ты тут До восстанья Бог отых Твои церкви Ты отдых Стучи мы в небо, стучи мы в небо Силами его